Президент Игорь Дадон считает досрочные выборы наиболее вероятным развитием событий в Молдове. Об этом он заявил в интервью всемирно известному агентству ТАСС. Если учесть, что интервью вышло через день после второго раунда консультации, который он провел в президентской резиденции, то становится ясно, что ситуация очень сложная. Да, на сегодняшний день есть еще сценарии, и президент об этом тоже говорит. Но каждая партия из великой парламентской тройки видит их по-своему. А время идет. Решение принимать нужно. Весь вопрос в том, какие. Этот вопрос я намереваюсь задать своим гостям. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня у меня в гостях советник президента Сергей Мишин. Добрый вечер. Добрый вечер. И политолог Корнелий Чурьеван. Здравствуйте. Добрый вечер. Своё мнение можете выразить и вы, позвонив по одному из указанных на экране номеров. Двонок по Молдове бесплатный. Ну, друзья, давайте анализировать последние события. Сегодня все говорят об интервью президента, которое он дал агентству ТАСС. И вот там эта цифра прозвучала. 60% вероятность уже. А вот если бы такой вопрос задали вам, то какую цифру вы бы назвали, господин Мишин? Ну, исходя из действий политических сил, которые есть сегодня, и исходя из брифингов, которые прошли после второго раунда переговоров и действий блока, я могу сказать, что, в принципе, цифра где-то близка к истине, где-то около 60-65% мы сегодня на пороге досрочных выборов. То есть с каждым днём пока эта вероятность увеличивается? Да, потому что мы видим, что ни одна из партий не хочет быть гибкой, ни одна из партий не хочет искать компромисса. И самое главное, что ни одна из партий не хочет идти на диалог. То есть, что я имею в виду? Партия социалистов официально объявила о том, что она приглашает блока ПКУМ к диалогу. Но мы видим те посылы, которые делает сегодня Блок, то есть он отказывается всеми правдами и неправдами, избегает этого диалога. Сегодня социалисты не готовы идти на диалог с демократической партией. И это мы тоже смогли увидеть, особенно после раунда переговоров, когда на брифинге выступал председатель партии социалистов. Он четко сказал, да, по некоторым социальным вопросам у нас есть соприкосновения и какие-то законопроекты, которые едины. Но с политической точки зрения у нас абсолютно разные полиса. То есть, это о чем говорит? О том, что пока к диалогу приступать с партией демократов нет возможности и нереально. Но при этом был четкий посыл, что господа из блока ПКУМ, наши двери для вас остаются по-прежнему открыты. Пожалуйста, не приглашайте нас, как придите в такое-то время в такой-то кабинет, те депутаты, которые не безразличны к той или иной ситуации. Спасибо. Господин Чуря, вы какую цифру вероятности досрочных выборов предпочли бы назвать? Не знаю, какую цифру, но я бы не согласился, не совсем понял логику господина президента. Ведь он провел четыре сценария. Один социалисты блока КУМ, второй социалисты демократическая партия. Третий сценарий это демократическая партия. Одна из партий вместе с... Это Винегрет, так называемый. Это Винегрет и это куски. Кстати, господин президент считает, что этот сценарий может состояться. И четвертый сценарий досрочный выбор, их самый вероятный. Видите, третий сценарий, в принципе, он не контролируется президентурой. Это внутренняя возня в парламенте. Если президент допускает, что возможен третий сценарий, то как может быть самым вероятным четвертый сценарий досрочного выбора, где он формально объявляет об этом, распускает парламент? Кстати, здесь тоже. Очевидно, он надеется на то, что демократы не захотят такое нелегитимное правление, да? То есть, что не хотят до конца портить отношения с европейцами, которые уже, по-моему, раз 50 сказали, как они внимательно будут следить за формированием. Коалиции только потом выскажут свое мнение. И всем известно, что как россияне к этому моменту тоже отнесутся. Вот, очевидно, на это очевидно. Я согласен с вашей логикой, возможно, это и логика президента. Но я хотел сказать о том, что третий сценарий, в принципе, не президент решает, как состоятся ему или нет, а решают политические партии, которые там в парламенте будут вести эту политическую борьбу. А может быть, он в те 40% заложил? Это сценарий, да? Я считаю, что досрочные выборы, с моей точки зрения, они маловероятны. Уж слишком прагматичны политики на сегодняшний день. И очень часто мы видим какую-то такую пелену. То есть, они создают вот эту видимость чего-то. А на самом деле, они решают конкретную задачу по созданию парламентского большинства, затягивая этот процесс. Мы видим, кстати, сейчас мы видим, что процесс затянут. Я бы даже сказал несколько искусственно. Но этому есть политическое объяснение. Народ тоже должен подготовиться к одному или другому варианту альянса. И поэтому они должны осознать, что один из этих невозможных альянсов, в конце концов, будет создан. И поэтому затягивается этот процесс. И создается видимость того, что будут досрочные выборы. А на самом деле, я в досрочные выборы не верю. Спасибо. Сегодня, наверное, больше всего анализируют поведение АКУ. Потому что они как-то волей-неволей всегда в центре внимания. Потому что и демократы их приглашали к беседе, и социалисты их приглашали к беседе. И тут вот в один прекрасный момент, когда должен был состояться второй раунд переговоров с президентом, они решили проявить инициативу и пригласили сами. Вот то, о чем вы, собственно говоря, начали говорить. Вот как вы поняли их поступок, когда вот они сами вдруг пригласили эти переговоры? За что потом их же свои ругали, что они четко бы не сказали, кого хотят видеть, что хотят. Но вот они, тем не менее, вроде как сказали, приходите, будем говорить. Ну, почему? Нет, как раз вот они четко и сказали. Если в данном случае сторонники блока АКУ не увидели посыл блока, то, конечно, это сожаление. Потому что блока АКУ в данном случае приглашал именно не фракции к переговорам, а приглашал как? Мы приглашаем депутатов, которым не безразлично Молдова, и которые хотели бы проголосовать за наши предложения, за наш законопроект. То есть, почему... О деолигархизации так это называлось, да? Там несколько законопроектов, которые они предлагают, чтобы проголосовали. Они около семи зарегистрировали сегодня в парламенте, в канцелярии парламента. Вот, и они приглашали конкретно отдельных депутатов. То есть, понимаете, тут ситуация... Но не конкретно. Нет, я имею в виду отдельных депутатов, не по фамильной, а отдельных депутатов, не фракцией. Они немножко начали, первые, да, стремиться и призывать к вот этому винегрету, о котором мы говорили выше. То есть, получается, есть сегодня партия социалистов, которая создана, в которой фракция 35 депутатов. Если вы хотите с ней поговорить, то конкретно выйдите и скажите, ребят, мы в 10 часов в таком-то кабинете в парламенте ждем фракцию социалистов или представителей данной фракции, чтобы обсудить определенные вопросы, или начать диалог. Ну, по мне, так это вот так делается. А не вот какие депутаты хотите... Или социалистов, но без гречан и Иоанна Чабанова, а остальные все могут... Да, но, по крайней мере, мы приглашаем партию или фракцию, понимаете? То есть, конкретно, а не депутатов, непонятно каких, непонятно откуда, непонятно как. То есть, это приглашение в никуда. Да, я, насколько понимаю, они и не ожидали, и не хотели ждать, чтобы кто-то пришел. Потому что понимали, что на такое приглашение не придет никто. И тем не менее... И из крупных, нет, из крупных. А это был троллинг, вот как вы думаете? Со стороны партии шоу. Это чистой воды. И удачный. И удачный. Да, кстати, очень удачный. Но мы, опять же, с чем столкнулись в данном случае? С клоунадой в парламенте. Ни одни, ни вторые. Одни пришли потроллить, а вторые якобы позвали, но убежали. Ребят, вы пришли куда? Вы для чего пришли? За вас, именно за это голосовали люди, чтобы вы вот этим занимались. Понимаете, то есть я не вижу сегодня серьезности к тому, чтобы начать диалог. А может они и не хотят вообще никакого диалога, а, господин Чур? Да, дело в том, вот господин Мишин не видит серьезности у блока Акум и у партии Шора. Они не хотят быть серьезными, потому что они не участвуют в создании на нынешнем этапе парламентского большинства. Поэтому им незачем быть серьезными. Они играют в свои игры. Я говорю о серьезности начала диалога, а не о серьезности самих партий. Вы проанализировали очень серьезное намерение блока Акум приглашать кого-то. Это не серьезно было. Они с самого начала не серьезно себя повели, когда потребовали, чтобы парламент проголосовал за Майя Сандо и Андрея Анастасия. То есть они изначально хотели создать невозможную ситуацию, превращая все в спектакль. Поэтому к этому нельзя серьезно относиться. И они продолжили свой спектакль с этими и законопроектами, и приглашением для депутатов, а партия Шора их поддержала. Кстати, они прекрасно тут дополняют друг друга, создавая спектакль. А вот остальные партии, а их осталось в принципе две, социалисты и демократы, они себе такого не позволяют, потому что они озабочены тем, чтобы создать парламентское большинство. Это их задача сейчас. И это очень сложная задача, почти невыполнимая. И поэтому они не могут себе позволить какие-то рискованные заявления, троллинг. Они себе этого не могут позволить. Как троллить будущего? Возможно. Или даже, может быть, не партнера, но с самого начала его троллить, это означает сорвать изначально весь переговорный процесс. Поэтому тут две партии играют в высшей лиге, и они пытаются создать что-то, какое-то парламентское большинство. И две партии играют во второй лиге. Ага, но все-таки мне кажется, что вот это сравнение вашей партии ШОР и Акумовцев не очень правомерно. Объясню почему. Потому что, в принципе, партию ШОР никто никуда вообще не приглашает. Понимаете, да? Нет, серьезно. А что, они в третьей лиге получают? То есть они, да, они, по-моему, в третьей лиге, судя по вашей логике, никто их не пытается. А в смысле их приглашают? А Акум все-таки, видите, к переговорам зовут. Зовут, что демократы, зовут, что социалисты. И поэтому они как бы могли бы, по крайней мере, ну, как бы подумать и хотя бы с одной из партий начать хоть какое-то дело. Согласен, но они же самоостранились. Вот. Ну, это... Но дело в том, что вот вы говорите, ШОР никуда не приглашают. Да. Ну, давайте с вами посмотрим серьезно на картину, да. Социалистам сегодня с ШОРом разговаривать не о чем. Потому что их количество мандатов плюс ШОР все равно не доделает большинство. К чему с ними разговаривать? Правильно? Нет, ну, мне кажется, еще понимают, они прекрасно социалисты помнят, что это в роли спойлера. Это я сейчас не беру, но даже если с точки зрения вот даже такого расклада, то социалистам не о чем разговаривать с партией ШОР. Блоку Акум то же самое. 26 мандатов плюс ШОРовский не о чем разговаривать. А демократам незачем. Потому что он и так будет с ними. То есть третья лига, как выразился в Гиспенчуре. Да, а то, что они начали вот этот ролинг, да, то под мудрым руководством тех, кто играет в первой лиге, да, или в высшей лиге, когда, в высшей лиге, они пошли делать вот этот ролинг блока Акум, чтобы показать, ребят, вы с вашими призывами, с вашими сценариями, вот чего стоите. Мне показалось, что вы, когда говорите о блоке Акум, вы, ну не то чтобы положительное, да, вот только выделяете в этих действиях, но вы все время как бы даете понять, что вы понимаете, почему они это делают, и что вы увидите логику, скажем так. Да, я бы тоже, наверное, на их месте так бы поступил, но может быть немножко в другой редакции. Вот, но я не знаю, поступили ли бы вы так, потому что вот я подумала, что понимаете, как имиджевые потери у Акума, они все-таки не то что будут, они начинают уже, на мой взгляд, в этот момент образовываться. Что я имею в виду? Вот смотрите, о чем говорят все время представители блока Акум? Мы против олигархов. Олигархи — это зло, олигархи — это вред. Ну, сами знаете, да? И вот совершенно чудным образом сегодня я читаю замечательную статью со ссылкой на «Воча Басараби». Вот начал тему эту господин Длянко. Он упомянул тот самый миллион, который он привез от Сороса. И вот «Воча Басараби» они, ребята, не постеснялись, провели расследование и выяснили, что вот эти деньги, во-первых, как он их вез, это хорошая тема. Почему он отдал их Майсанду? Это второй. Ну, я думаю, не он их вез. Ну, нет, он же дома был у господина Сороса лично. Но я не думаю, что он дал ему саквояж с миллион долларов. А почему вы так уверены в этом? Ну, нет. У нас так модно сумки показывать. Ну, почему? Мы покажем чемодан, да? Но, смотрите, 60% вот этих денег на НПО потратила госпожа Санду. И тут даже, значит, есть конкретно какие-то вот организации, да, на которые все это, собственно говоря. А из денег, выделенных на модернизацию образования, 115 тысяч долларов попали в Институт публичных политик. Не будем говорить, кто там стоит. Ну, на проекте, скорее всего. Да. Значит, ставших в итоге центрами дель для кадров. Ну, мы знаем, да? Да, ассоциация Каталактика, 100 тысяч долларов. Каталактика. Ну, есть и такое. Это вот у них, да, такая организация. И еще 34 тысячи попали в образовательный центр Продидактика. Ну, вот как не заподозрить Майю Санду в нецелевом использовании денег? Ну, нецелевое, это же не бюджетные деньги. Ну, понятно. И даже не подотчетные какие-то деньги. Это какие-то деньги, какой-то саквояж, который непонятно, каким образом путешествовал из Нью-Йорка, наверное. В Кишинев. И потом этот саквояж как-то был вручен Майю Санду. Видите, вся дискуссия несерьезная. Хотя, конечно, интересно то, что говорит господин Лянька. Но проверить, насколько это санкционируемо, как это можно наказуемо, мне сейчас не представляется. Я абсолютно согласна, что эти деньги действительно не подотчетные, они не государственные. Но давайте с вами подумаем. Когда ты из своих средств, да, не своих, которые есть у тебя, финансируешь некие неправительственные организации, которые, люди, которые там работают, которые впоследствии совершенно удивительным образом поддерживают тебя, да, вот они выступают в твою поддержку. Ну как тут не зародиться плохим мыслям? Господин Мишин, у вас они зарождаются? Да, у меня всегда зарождаются, когда вот идут такие НПО, которые у нас существуют, да, получают гранты или в чемоданах деньги и потом резко начинают поддерживать определенных политиков или определенные течения, да. Ну по поводу, как можно перевести такой чемоданчик с миллионом, имея депаспорт, путешествуем без проблем, в руку взял и полетел. Но нужно объявлять эти деньги. Он не должен объявлять депаспорт, там его никто не имеет права проверить. В этом теме есть, наверное, тысяча один способ их перевозить. И даже больше. Ну старший человек, господин Чуряк, вы не знаете, а вы не знаете, кто подогревает. Они иногда так и получали, да. Но вы видите, что деньги шансов повсюду в мире, поэтому можно предположить, что они гуляют. И вы знаете, это заявление господина Ленка, то есть мы даже не будем рассматривать те финансы, которые она получила, да, и как она их распределяла. Посыл, я так думаю, был в другом. Не показать, что он ей дал такую сумму, а показать реально, с кем госпожа Майю Санду работает и чьи интересы в республике Молдова она представляет. И насколько она заботчина образовать. Да, и на сегодняшний момент мы видим. То есть основной спонсор, и это доказано уже всеми, всех оранжевых революций, которые происходили где бы то ни были, был господин Сорос. И вот тут появляется опять фамилия господина Сороса, который передал деньги госпоже Майе Санду. А если мы еще вспомним та информация, согласно которой зарплаты сотрудникам своего премьерского пула были выделены, да? Помните, конкретные суммы. Это тоже фонд Сороса. Поэтому вот здесь есть о чем говорить. Есть о чем, но Сорос дал деньги на образование, он не дал деньги на ранжевые революции. А вы уверены, что... Подождите, секунду. Спросите господина Лянка. Вот тут большой вопрос. Он дал деньги на образование, Лянка дал деньги господин Сороса. Вот тут большой вопрос. То, что официально вывели, да, о том, что дали эти деньги на образование. Я, конечно, понимаю. То есть по бумагам все красиво и по отчетности это так и вернется. А вот куда реально эти деньги пошли и на что? Вот тут как раз большой вопрос. Но я еще раз говорю. Вопрос не в том, какая сумма и что ее дали. А вопрос в том, что господин Лянка просто красиво всем в Республике Молдова показал, что госпожа Майя Санду ставленница господина Сороса. И готовьтесь к любому варианту. Вы знаете, что он совершал, финансировал оранжевые революции. Поэтому вы должны быть настойчивы и вы должны очень осторожно с ней проводить переговоры. Вот, что я в этом увидел. Интересно, да. Ну, с ОКОМом более или менее, ну не то чтобы понятно. Я бы, наверное, преувеличила, потому что непонятно на сегодняшний день никому. А вот ДПМ. Я очень внимательно прочла интервью своего коллеги Игоря Волницкого. И вот с его легкой руки он сказал по поводу того, что господин Плохотнюк видит себя премьером. И именно это вот самое главное, что нужно учитывать в прогнозах. А что там такого необычного? Вот эта мысль уже мне кажется, по крайней мере, интересной. Потому что если на самом деле это так, то тогда зачем ДПМ делает вот эти вот, знаете, реверансы в сторону ОКОМа? Зачем? Ведь они прекрасно понимают, что ОКОМ и господин Плохотнюк премьер, это, ну как бы, ну это, мягко говоря, не очень реально. Тогда получается, что единственный вариант, если это все правда. Во-первых, давайте начнем с того. Вы верите в то, что это на сегодняшний день для демократов одна из самых важных, если не самая важная? Вы имеете в виду примерство, господин Плохотнюк? Нет, я думаю, это все-таки вторично по отношению к созданию альянса, в котором демократическая партия будет, ну, главной скрипкой, давайте так назовем. Или не главной скрипкой, но там, по крайней мере, никто не сможет сказать, что она в чем-то уступила. А уже второй, да, второй момент это продвижение лидера партии Плохотнюка на пост премьера. То есть вы верите в то, что... Но это, я думаю, можно ставить на обсуждение. Это для демократической партии как-то обсуждаемо и можно переговариваться по вот второму пункту. А, думаю, первый пункт для них очень важен не уступить в переговорном процессе. Быть, по крайней мере, в паритете, а если не даже иметь больше мандатов, чем у других партнеров. А кто мог бы согласиться из парламентских фракций на кандидатуру Плохотнюк-премьер, кроме Шора? Ну, насчет Шора тоже не уверен. И, вы понимаете, вы сразу беретесь за результат. А здесь важен очень процесс, потому что переговорный процесс предполагает какие-то уступки. Вот что получат, я бы так поставил вопрос, что получит взамен та партия, которая согласится с премьерством Плохотнюка? А вы начинаете торговлю. А я как раз очень честно вопрос. Вы начинаете, что получит та партия? Нет, просто мне при каком-то раскладе, вот вы как эту ситуацию можете прокомментировать? Ну, то, что господин Плохотнюк хочет стать премьером, для меня это не новость. Потому что он уже заявлял об этом, и господин Тимофтьев тогда отказался подписывать его как кандидатуру. Мы это прекрасно с вами помним. И я думаю, что эта идея до сих пор у него осталась. То есть, господин Плохотнюк хочет быть рукоположенным. Ну, это, наверное, нормально. На протяжении столько времени он в теневую управлял государством. Да, сегодня он хочет выйти из тени и стать на первые роли. Но, мое мнение, что при сложившейся нынешней политической ситуации и сложившейся вот того конгломерата мандатов, которые есть сегодня в парламенте, для него это не будет основной целью, чтобы сегодня прийти в качестве премьер-министра. Он, скорее всего, это мое, честно, сугубо мнение, готов даже пойти на такой вариант, чтобы сегодня отдать премьерство кому-то на полгодика, 9 месяцев, чтобы кто-то показал, да, при условии того экономической ситуации, которую мы сегодня имеем, что он не справляется и тогда выйти, да, вот на коне и сказать, ребят, вот они попробовали, у них не получилось, теперь давайте-ка я встану и покажу, как это нужно. Вот я думаю, что, скорее всего, у него вынашивается идея именно такого рода. Ну, я просто думаю, что все государственные должности, если демократы действительно хотят формировать коалицию из фракций, да, а не просто понадергивать депутатов, то совершенно понятно, что на все государственные должности они претендовать не могут. Естественно, и это невозможно. То есть они прекрасно понимают, что если они хотят должность премьера, они должны делиться, получается, должность спикера, они должны кому-то отдавать. Видите, вы тоже начинаете уже оторваться. Я обследую вашей логике, господин Чуря. Вы же говорите, главный процесс, а не результат. Вот и мы занимаемся. И это тоже. Вот во всей этой ситуации, во всей вот этой катавасии, ведь очень важно самое главное понять, до каких пор простираются вот амбиции. Действительно, если это так, то зачем тогда вот эти вот переговоры с теми, с другими? То есть понятно, что этот вариант вряд ли пройдет. Очень интересно, какой формат видят демократы в будущем. Конечно, мы не вхожи в их секретные канцелярии, но очень важно, чтобы у демократов не возникло вот после этого правления трехлетнего такая звездная болезнь, когда они хотят все и не готовы обладать ничего. Да, потому что до сих пор у них было все, кроме, естественно, президентской должности. Я думаю, есть определенный психологический дискомфорт в том, чтобы сейчас начать вновь переговариваться по принципу старых европейских альянсов. Но именно это они должны делать. Именно этим они сейчас должны заниматься. если у них есть, ну, в принципе, вот раздача или вот раздача этих министерских портфелей, в принципе, я, мне кажется, это не сложная задача. Там мы себе возьмем, их сколько, 9, мы себе возьмем 5, им 4, ну, пример, наш, например. Я, как бы, как вариант даю. То есть где-то примерно 50, а там спикер. Вам примерно то, а ген-прокурора, нет, ну, СИП еще можем, ген-прокурора не трогать, это святое. Ну, да, да. Скорее всего так. Будут делить то, что осталось, не то, что уже поделено. И в этом сложность партнера. А то, что наше, это наше. Да, в этом сложность партнера. Конечно, это делюсь будет очень таким затянутым, очень сложным. И большая головная боль для всех. Гастанчур, ну, пытаюсь, вот я понять, да, логику демократов. Ну, смотрите, ну, зачем им вот отдавать кому-то спикера, да? Если можно, как вот вы сами говорите, понадергать этих депутатов. И вот спикер наш, премьер наш, министр наш, ген-прокурор наш, глава Сиба наш. И далее по списку. Ну, хотелось бы, конечно, немножко легитимности тоже. А, так вот вы, это как раз вы сейчас говорите то, что я в начале программы сказала. Мне интересно, что господин Мишин про это скажет. Нет, ну, вы знаете, если бы демократы хотели бы сделать вот этот винегрет или салат, о котором мы говорим, то они бы уже давно его сделали, и мы бы уже это имели. Но они понимают, и очень хорошо есть заявление Европейского Союза. Мы с вами прекрасно понимаем, что то правительство и те обещания, которые демократическая партия сделала, будучи у власти, она не выполнит там по выдаче пенсионов, по индексации пенсии, по тем же единоразовым выплатам, она не справится, если она не получит внешнего финансирования. Внешнее финансирование на сегодня может получить только от Европейского Союза. Но Европейский Союз выступил четко с двумя очень красивыми посланиями. Первое. Мы не допустим, чтобы и не признаем, если будут вот эти вот перебежчики, и создано парламентское большинство из перебежчиков и, соответственно, правительства. И второй момент. Мы не допустим, если в парламентском большинстве будут присутствовать фамилии депутатов, которые есть в отчете Крова. Об этом заявлял и господин Михалко, и госпожа Магерини, и многие другие европейские чиновники. Поэтому сегодня у демократов довольно тоже сложная ситуация. И справиться с ней они не могут. И им сегодня в любом случае они понимают. То есть они ту власть, которую имели, безграничную, они уже удержать не смогут. Им придется идти на компромиссы. И неважно, с кем они сейчас будут говорить. С Блоком АКУМ или с партией социалистов. Но на компромиссы идти надо будет. А вот готовы ли они, я думаю, что демократы тоже не готовы сегодня идти к компромиссам. Вот та звездная болезнь, о которой говорил господин Чуря, у них присутствует. Они уже ощутили вот эту полноту власти, что они могут делать все, что они хотят. За это их никто не накажет. Понимаете? А вот потерять это, когда у тебя начинает стул шататься, это очень сложно и болезненно. Поэтому амбиции, я думаю, тоже у демократов есть. И почему господин президент, когда провел и второй тур переговоров, он сегодня говорит о возможности 60%, что будут досрочные выборы. Потому что он увидел амбиции АКУМ, которые даже не захотели прийти навстречу трех партий. Хотя я тоже не понимаю, почему. Ну приди, ну не здоровайтесь, вы уже не поздоровались один раз. Не поздоровайтесь вы с кем-то. Вы знаете, мне кажется, что об этом вообще не надо говорить, потому что вот эту цель и преследовали АКУМ. Ну да, сказали и достаточно. Они могли бы прийти, сесть третьей силой. Вам не обязательно было разговаривать с демократами. Они себе пусть сидят рядышком там в сторонке, но вот перед вами социалисты, вот вам площадка была. Вы здесь начните что-то, обменяйтесь хотя бы вот наши такие, ваши такие, а потом встречайтесь в другом месте. Это возможно было сделать. То есть амбиции есть у АКУМ, соответственно, есть амбиции у демократической партии на сегодняшний момент. И мы прекрасно сегодня понимаем на этот момент, что нету той пока возможности сесть этим трем или двум из них партий и начать этот диалог. Поэтому и появилось. И поэтому вы говорите сценарий номер четвертый. Это расставлено номер четыре, но это не значит, что он самый последний и безвыходный. Потому что я вам скажу, что если получится третий вариант из вот этих перебежчиков и создания парламентского большинства, то мы автоматически приходим к четвертому варианту. Потому что господин президент уже неоднократно заявил, что он не примет ни кандидатуру от фракции или от большинства из перебежчиков. Да, если позволите, я все-таки как-то иначе это все попытаюсь описать, чтобы ситуация прояснилась. Вот то, что сейчас делают политические партии, в первую очередь социалисты, и блока Куми, социалисты, это похоже на русскую рулетку или на эту американскую игру, когда игра. Когда два мотоцикла едут друг на встречу, и вопрос в том, кто первый свернет, тот проиграет. Ведь в принципе сейчас эта русская рулетка состоит, эта пуля, которую должен кто-то получить, стреляясь, состоит в том, чтобы отказаться от досрочных выборов. Вот тот, кто первый откажется, захочет отказаться от досрочных выборов, тот в принципе проиграет в этой игре. И сейчас все делают вид, что они готовы идти на досрочные выборы. Это делает блока Кум, партия Шор вообще в этом не участвует, и все по барабану. И это делает и социалисты, и президент, и демократическая партия. И здесь побеждает тот, у которого больше выдержки, и который покажет всем, что убедит всех, что на самом деле он на досрочных выборах победит, а все остальные проиграют. И вот в этой игре, которая сейчас, вот это настоящая игра, пока что все еще не сворачивают, пока что все еще держатся своей линией. Но момент, когда они начнут сворачивать, скоро придет. И мы увидим, кто начнет сворачивать. Пока что мы не знаем, кто это делает. Да, я просто призвала бы избирателей внимательно следить за этим и делать все-таки свои выводы. Господин Мишин, президент заявил в одном из последних интервью, что ни на него, ни на партию социалистов Москва не давит, вопреки тем публикациям, которые стали появляться в последнее время. Но тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что не может так быть, чтобы у Москвы не было интереса никакого к Молдове. Потому что мы видим, что в последнее время действительно россияне сделали большие уступки. Каков этот интерес? Значит, давайте так. Я понимаю, что все хотят на господина президента переложить руку Москвы. И все об этом говорили. Но это далеко не так. Те послабления, которые сделала Российская Федерация для Республики Молдова, это не благодаря какой-то партии, это не благодаря какому-то правительству, это благодаря личной договоренности Игоря Николаевича с Владимиром Владимировичем. Вот это самое главное. То, что господин президент заявил о том, что на него не давит Москва, это действительно так. Потому что Москва в данном случае, мы можем сказать, да, там давит Америка, тут давит Европа, тут давит Москва. Но мы же привыкли, что на нас все время должен кто-то давить. Да, вот эта вот привычка. Вот люди не могут понять, что ни на партию социалистов, ни на Игоря Николаевича Дадона Москва не давит. Они просто говорят, что мы считаем, что Россия для нас стратегический партнер, что мы должны восстановить отношения с Россией, чтобы поднять нашу экономику. И мы делаем все для того, чтобы это сделать. Но что у нас происходит в государстве, мы должны решать во благо наших граждан. Не слушать Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Россию. А мы должны собраться все вместе и сказать, ребят, вот выгодно это нашим гражданам Республики Молдова, поднимет это их уровень жизни. Вот мы должны сделать вот так. То есть, допустим, если соединяется, к примеру, да, партия социалистов и блок АКУ, и мы говорим, что это позволит там улучшить работу государственных органов, вернет доверие, поменяет систему юстиции, повысится инвестиционный климат, пойдут сюда деньги, появятся рабочие места, то, поверьте мне, и Европа, и Америка, и Россия это примет. Потому что это решение Молдовы. А пока наши политические партии или политические лидеры и деятели будут слушать, бегать и говорить, что на нас кто-то давит, или действовать по указке, мы будем всегда находиться вот в таком тупике, в котором находимся сегодня. Потому что не успели мы что-то сделать, мы сразу смотрим, а что Европа скажет, а что Америка скажет. Ребят, давайте... А что Москва скажет? Мы не ждем. А где вы видели, что Москва скажет? Я постоянно это вижу. Сегодня господин Долдон и госпожа Гречана поехали в Москву, а вы говорите, что вы не смотрите. Ну так написала одна газета. Я, например, еще не видела. У вас есть подтвержденные официальные данные, что она в Москве. Но дело не в этом. Ну не сегодня так, а вчера, они очень часто бывают в Москве. Во-первых, давайте так, чтобы между нами было понятно. Вчера Игорь Николаевич принимал даже детей у себя в президентуре. И это было видно, и это видели очень много людей. А сегодня утром он проводил планерку. То есть уже и сегодня он никуда не улетел. Поэтому, вы знаете, написала какая-то газета, это не есть официальная информация. Покажите мне официальную информацию. Я не имел в виду обязательно сегодня, но то, что он постоянно едет и спрашивает мнение Москвы. Хорошо, я поняла, господа, о чем вы спорите. Нет, когда он едет, решает вопросы мигрантов, когда он освобождает на полгода от таможенных пошлин наших производителей, это он ехнет и советуется. То есть Россия нам делает безоговорочно подарки, подарки, а господин и ничего не требует взамен. Стабильности для них это самое главное. Я, кажется, поняла, в чем ситуация. Вот смотрите, что имеет в виду господин Мишин. Господин Чуря, после выборов россияне, они в своих комментариях, да, я не читала, чтобы госпожа Захарова, например, или господин Песков сказал, вот для Молдовы единственный путь это евразийская интеграция. Вот мы понимаем, и начинаются вот эти вот эти, понимаете, СНГ для Молдовы, это вообще выживание. Господа Молдоване, знаете ли вы, что будет с газом, когда вот и далее по тексту, да, про северные потоки и все остальное. Но есть посол Соединенных Штатов, который пишет замечательные письма, в которых четко указывает, что Молдова потрясающая. Человек искренне сказал, что он думает. Это россияне искренне не говорят. Они говорят господину Дадону, когда они встречаются, или кому-то другому. Мы это записали или слышали, но господин Чуря, если вы делаете заявление на... Нет, но об этом можно догадаться. А, вот в чем вся разница. А для вас это принципиально важно? Принципиально важно. А для меня нет. Потому что должны быть точные вещи. Когда посол США пишет, куда мы должны двигаться, и при этом в каком составе, и в каком направлении, это одна ситуация. А что он такого сказал необычного? Американцы хотят, чтобы мы двигались на запад, Россия хочет, чтобы мы двигались на восток. Что тут такого? Секрет Палешинеля. А вот зачем вы сейчас вводите опять заблуждение? Где вы видели, что Россия сказала, что мы хотим, чтобы двигались на восток? Так они это открыто не говорят. Но господин Чуря знает, что они об этом думают. Он присутствует на каждых переговорах, которые происходят между Владимир Владимировичем и Игорем Николаевичем. Но в НАТО нам вступать. Дорога заказана, запрещена. Веб-Российск тоже нежелательно. Господин Чуря, в НАТО не хочет вступать 70% населения. Не Россия, так сказала, а это показывает... Сейчас вы упрощаете так сильно эту дискуссию, что даже как-то неудобно. Мы нейтральное государство. У нас это написано в Конституции. Почему мы должны... То есть мы признаем, что да, Запад открыто нам говорит. А вы, которые работаете с Россией, вы не признаете, что Россия хочет, чтобы Молдова была пророссийской? Нет, я считаю, господин Чуря... Но это нечестно, потому что дискуссия абсолютно нечестна. Господин Чуря, секундочку, можно я скажу одно предложение? Мне просто кажется некорректным. Вот мне кажется тоже некорректным ваше поведение. Любой, ну, извините, пожалуйста. Не ваша, а господина Мишина, вы модернатор. Спасибо. Ну, вот смотрите... Некорректная дискуссия. Можно я закончу предложение? Мне кажется некорректным, когда посол любой страны, после окончания парламентских выборов, когда страна на распуте, он высказывает не просто свое мнение, а выдает пожелания, и говорит, как конкретно, и что как... Понимаете, это не... Мне еще не хочется, господин Чуря, чтобы прилетали в аэропорт различные европейские чиновники. Ну, он высказал официальную точку зрения Республики Моголова. Понимаете? Причем какой? Посол США. Посол США. Посол США. Текучку. Сказал то, о чем говорят наши власти каждый день. То есть вы считаете, что наша власть абсолютно точно воспроизводит указания посольства США? Украина ввела в конституцию и вхождение в НАТО, и вхождение в Россию. Ну, чуть-чуть... Слава Богу. Ну, возможно. Конечно, да. С вашей точки зрения, да. Слава Богу. Но мы тоже, в принципе, мы не ввели это в конституцию, но это официально провозглашенный курс Республики Молдова. Господин посол, в принципе, подтвердил, что они согласны с официальным курсом Республики Молдова. Вот о чем не говори, а закончишь евроинтеграцию. Покажите мне официальный документ, результат референдума, где население Республики Молдова высказалось за то, что это официальный курс Республики Молдова. Когда министр иностранных дел, когда премьер, а премьер, кто такой? Что? Премьер, кто такой? Он кто? Он не представитель народа. Он не представитель народа. А спикер, а парламент? Большинство парламентов. Большинство парламентов каким образом создано? А все документы Министерства иностранных дел? А это кто такие? Это фуги народа? А соглашение об ассоциации? Которое подписано каким образом было? Господин Чуря, то, что подписывало ночное правительство подписывало соглашение об ассоциации, не спросив об этом людей, Это не означает, что это курс Республики Молдова. Хорошо, вы говорите, кто такой парламент, кто такой спикер, кто такой премьер. Так я вам скажу, премьер это назначаемая функция. И это назначенный человек. А президент страны это глава государства, избранная народом, извините, за которого проголосовало больше 800 тысяч человек. И его позиция внешней политики и является позицией государства Республики Молдова. Позиция его смещает, когда он чересчур настаивает моего. Позиция его смещает. То, что вы благодаря советам, которым даете День Партии... И спикер говорит официальную позицию Республики Молдова. Когда президента убирают. Значит так, спикер парламента это простой депутат. Такой же, как и 101 сидящий там. А то, что вы политологи, которые кричите, что у нас парламентская форма правления... Не кричу я ничего. Вы все политологи, которые поддерживаете Демократическую партию, кричите, что у нас парламентская форма правления, когда вам это выгодно. И при этом посадили в Конституционный суд членов своей партии, которые это своими решениями подтверждают и выносят неюридические... Ну не понимаю, что вы так возмущаетесь. Я вам сказал, привел факты президента, который выражает официальную позицию Молдовы, снимают с функции и вместо него говорит тот же спикер, о котором вы... В нарушение Конституции, в нарушение закона. Я всегда думала, что это ужасно, честно говоря. Это в первую очередь. Вы знаете, нет, секундочку, давайте, чтобы вот мы этот блок завершили с мнением, да, послов... Вот смотрите... Покажите хоть один раз. А тут, курицы, когда не подписывает закон? Какой? Давайте я... Секунду, Людмила. А так вот, по поводу... Ну извините, что я вам мешаю? Нет, да, я вас немножко хоть юридически просвечу. Давайте, давайте, ну скажите, Людмила очень интересна. Так вот еще люди узнают. Когда он второй раз не подписал закон, а у него было еще пять дней на подписание. Второй раз? Да, второй раз. А первый раз? А первый раз он имеет право. Ну да, ну конечно, что да. О, вот, согласились. А вот второй раз, когда у него еще было пять дней, и он ждал решения Конституционного суда, а Конституционный суд, вместо того, чтобы предоставить ему решение на его обращение, его отключает, а вы почитаете решение суда. А у него было еще пять дней на промульгацию. И кто сказал, что он не промульгирует? А вы сейчас приводите это, что он второй раз не подписал. Так вы сначала юридически ознакомьтесь с документами, а потом пытайтесь... Политически он отказался подписывать. Давайте, я... Все, наше время вышло, к сожалению. Я просто могу сказать вот такой момент, что посол Соединенных Штатов, конечно, выразил свое мнение. И я не знаю, вот, ну понимаете, как, что получается? Я всегда думаю о том, что, когда берут данные по поводу сторонников евроинтеграции и противников, получается, что посол Соединенных Штатов очень четко становится в сторону одной половины избирателей. Слава Богу! Как же это так недемократично, получается, не учитывать интересы второй, значит, половины нашего... Там есть кому позаботиться? Кремлю! Пусть Кремль заботится вторая половина. Ну я же не могу заподозрить такой недемократичности посла Соединенных Штатов. Мы уже дождемся, чтобы люди заботились. Да, хорошо бы, чтобы мы сами... Мы, в принципе, о чем говорили? Что мы хотим, чтобы мы сами здесь решали. Нам не нужно, чтобы послы говорили, что нам делать. Любые. Да? Сойдемся на эту мысль. Спасибо большое. Жарко получилось, результаты у вас на экранах, то есть, господин Чурев, у вас уже 47 годов, вы каждый раз все... Я себя убедил не обращать внимания на ваш телеволкинг, поэтому я и прихожу к вам, да. Спасибо большое. Все-таки обращайте, мне кажется, иногда это полезно. Спасибо вам большое, да, приходите к нам еще, будем разговаривать. Вы смотрели программу «Дело в принципе», я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.